Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 июля. Продолжая описывать необычные томаты, я вот подошла к томату крымский черный. Только что я описывала индийское мясо, я говорила, что они очень похожи. Но в конце видео мы их сравним. Вот крымский черный тоже под многими названиями у нас ходит. Черный крим, потом черный крымский, крымский черный, всякие вариации. И я прочитала... А, я тоже его... Мне прислали, выращивала в прошлом году первый раз. Это у меня новинка. И много информации о нем прочитала. Почему-то его первый раз на выставку представили не наши, не русские коллекционеры, а швейцарские, по-моему, что ли. И он очень распространен среди американских, европейских коллекционеров. Они полюбили его вот за сказочный аромат, сладкий вкус. Мы попробуем на дегустации, я поделюсь с вами. Высота метр двадцать до двух метров. Он ранний. Он вот у меня тоже в конце июля... Ой, июня уже начал спеть. Видите, они уже даже начали стрескаться, томаты, потому что они очень спелые, уже переспелые. И что интересная информация дается... Вот у меня он такой цвет, темно-бордовый. Но написано, что он может быть темно-бордовым, коричневым, даже фиолетово-черным. И цвет его варьируется в зависимости от климата. В жарком климате он темнее. Значит, у кого-то он может быть и фиолетовым с черна, у кого-то может быть вот таким вот. Вот у меня бордовый, ближе к красному. Очень интересный томат, который реагирует на условия выращивания. Обычно же характеристика сорта цвет сохраняется, если красный, он красный. А вот этот вот чувствительный к климату. Вес сто триста пятьдесят грамм. Конечно, он салатный. Конечно, он мясистый. Это не та скороспелка, которая с ноткой кислинки. Вот у него должно быть одно сплошное мясо. На дегустации мы его попробуем. Но он относится к категории редкие томаты. На Крымском полуострове он выращивается с советских времен. Ну, и урожайность указана высокая. Но почему-то он распространен больше за границей, а не у нас. Вот. У меня он нынче первый раз в каталоге под номером 208. Вот смотрите, сейчас сравним. Вот это показываю вам. Крымский черный. А вот это индийское мясо. Ну, не близнецы ли они. Вот смотрите, цвет чуть-чуть. Крымский черный чуть краснее. А этот чуть, как бы, более темный, коричневый. Но если вот неопытному человеку, их очень легко спутать. Так что, если они не на кусту и не подписанные, можно растеряться. Все, до свидания. Это был краткий обзор такой новинки моего огорода. Крымский черный. Крымский черный. Продолжение следует...